Я ученик 8-го Г-класса Андрясов Максим. Представляю вам работу известных героев Великой Отечественной войны. Иван Макарович Недежай, 16 апреля 1925 года рождения, Станица, Новая Григорьевка, Александровский район, Ставропольский округ, Северо-Кавказский край, РСФСР, СССР, ныне в черте Зеленогумска, Ставропольский край России, 19 сентября 1944 года, деревня Бурный, район Сану, Праковский округ, генерал-губернаторство Германии, ныне Сану, Сану, Северо-Карпатское военно-вотство, участник Великой Отечественной войны, командир отделения разведыватель народа, 897-го Гарнострелкового полка, 242-я Гарнострелковая дивизия, 3-й Гарнострелковый корпус, 1-я Гвардейская армия, 4-й Украинский фронт, младший сержант, герой Советского Союза, 1945 года. 5 августа 1942 года по Дженетицинским РВК города Грозного, по другим данным, о Дженетицинском фронте, был призван в Красную армию. С 12 сентября 1942 года на фронте, воевал на Закавказском фронте, в Северо-Кавказском фронте, 22 февраля 1944 года, в составе отдельной Приморской армии, затем на 4-м Украинском фронте. Будучи заместителем командира отделения комендантской роты, штаба 242-й Гарнострелковой дивизии, отмечился в ходе боев в районе Крымска. В дальнейшем преследовании противника с 16 по 27 сентября 1943 года был награжден медалью за отвагу. В будущей должности разведчика взвода пешей разведки 897-го Гарнострелкового полка отличился в заключительных боях в освобождении Примии. 12 мая 1944 года на миссии Крымс подрался в тыл противника и, установив, что силу противника отходит к морю, подал сигнал к наступлению из ракеты. Был обнаружен вражескими солдатами, огнем автомата и гранатами сумел биться от шестерых солдат. Соединился со своими и в последующем наступлении уничтожил ручной пулемет с расчетом был награжден ордена Красной Звезды. Во время Восточно-Карпатской наступательной операции 897-го Гарнострелкового полка перешел Чехословацко-Польску в Границу и в составе 1-й гвардейской армии наступал южнее города Санкт-Петербурга и из сильного укрепленного села Божьего. По движению подразделений полка передлялся шквальный огонь прямой налодкой трехмолокалиберных зенитных установок, установленных на высоте 576. Наши сержанты унижают в составе группы и третий разведчиков. Выслался подвить установку. Группа сумела подобраться от установки и начала забрасывать им гранаты, уничтожив две установки. Боеприпасы закончились, и тогда младший сержант, унижая, видя, что оставшиеся установки готовят спор, бросился на спор орудия, пытаясь отступить в полку. В сторону ругали, но был убит в очереди из оружия. Был похоронен в селе Воле Петрова, в 17 километрах до восточного города Санок. Позднее перезахоронен на мемориальном кладбище в городе Санок. За образцовое выполнение боевых заданий, коммунирование на фронте борьбы с немецко-фашистскими закладчиками и проявленное при этом отвагу, герой стал указом Президиума Верховного Совета на 24 марта 1945 года кладшему сержанту Небежаеву Ивану Макаровичу призвано звание Героя Советского Союза посмертно. Спасибо за внимание. Спасибо.